Всем привет, господа, с вами Мистер Чейзер, вы смотрите мой Жестплей канал, и сегодня я хочу поделиться своими первыми впечатлениями от такой игрушки, как Immortal Redneck. Игра, которая вышла в апреле, вроде как этого года, ну то есть я помню, что она вышла вот прямо перед тем, как я свалил на три месяца в Грецию, я помню, что очень хотел в неё поиграть, но, к сожалению, не суждено было. И вот только сейчас, сидя в сентябре, я имею возможность к ней прикоснуться. Кстати, самое приятное, что я помню из тех стримов, которые я смотрел по данной игрушке, это то, что здесь есть такая штука, как Twitch, то есть вы можете интегрировать свою учётную запись Twitch'а с этой игрушкой Immortal Redneck, и так как эта игра является рогаликом, то, соответственно, здесь какие-то подлянки или наоборот благо, ну то есть на рандом будет непосредственно влиять чат игры. То есть если вы играете в эту игру и стримите её параллельно, и вас кто-то смотрит, то, во-первых, вы какой-то успешный человек, лучше, чем я, так это точно. А во-вторых, это значит то, что эти люди, какие вас смотрят, ваш стрим по данной игрушке Immortal Redneck, они могут влиять на рандом в игре. То есть могут вам подкинуть патронов, или урезать вам здоровье, или убрать вам инвентарь, ну в смысле, худ-менюшку, либо ещё как-то насолить вам, либо сделать врагов толще, либо наоборот давать вам какое-то супероружие. То есть там, когда вы заходите в комнаты, открывается такая голосовалка, и люди в чате пишут 1, 2, 3, типа за что они голосуют, и там вот 3 на выбор различные вещи даются. Это, в принципе, всё, что я знаю про данную игрушку из тех стримов, которые я сам смотрел в июне, когда я очень сам хотел в неё поиграть, но, к сожалению, не суждено, как я сказал, было мне к этому прикоснуться. Давайте зайдём в настройки, глянем, что тут да как. Игра, кстати, классно, что на русском языке, очень классно. Так, мне вот интересно, какие у меня тут, блин, настройки стоящие. 100 кадров, а можно мне неограниченную, пожалуйста? Разрешение интерфейса, вау, 4К, а ну-ка, да пусть будет полный экран. Настройки примени мне, пожалуйста, и давайте вправимся в игру. В игрушку я ещё, как сказал, не играл, это мои первые впечатления. Единственное, как я уже сказал, то, что я знаю про эту игру, так это то, что, блин, я смотрел стримы, вот и всё. А так, по сути, давайте вместе с вами посмотрим на эту игрушку, поиграем. Единственное, что я тут проверил, как она работает, ну, то есть я там обучение запустил и всё в таком духе. Так, нам сразу задаются три вида оружия, это динамит, дробовик, судя по всему, и пистолетец какой-то. Ну чё, погнали, куда идти-то хоть? Типа, в любую гробницу я могу идти? Ну давай, кстати, можно ещё на шифт бегать. Давай зайдём в любую. Я, насколько знаю, тут надо в любую из гробниц заходить. Богам нужно твое золото, угоди им, чтобы войти в пирамиду. Такое вроде как раз таки 60-е было, погнали. Просто как раз таки с губами. Тихо. Ага. Герои у нас ещё любят отпускать шуточки по типу Дэдпула. Гребаные налогоплати... эти... налогосборщики. Бюрократия, держись с меня, я иду в твою пирамиду. Хе. Перезреди оружие. Первый этаж. Угу. Хм... Да блин, я случайно на правую кнопку мышки нажал. Так, ну на самом деле игра представляет собой достаточно классный шутер от первого лица. Это единственное, что я помню. Потому что я же говорю, я смотрел стримы, я чуть-чуть знаю про игру. Но сам в неё не играл, поэтому ничего не могу пока сказать. А куда мне? Вон там зелёная какая-то фигня. Наверное, на ту дверь. Да, так и есть. Так, и по сути эта игра является жанром арокалик, поэтому нам тут надо валить противников. У нас есть ограниченный запас здоровья. И следить за ним нужно. Так, там был противник, ну чё, охренел? С противников падают всякие различные вещи. Вот типа отображает врагов на миникарте. Нормально. Почему бы нет? Почему бы мне это сразу не дать? То есть, насколько я помню из видосиков, которые я смотрел из стримов, так это обычный такой вот рогалик, но сделан достаточно круто. То есть, с одной стороны он вроде как, типа знаете, обычный, которых уже миллион видели, типа Bidin of Isaac и так далее. Но с другой стороны, в него как-то интересно играть. По крайней мере, так говорили многие, кто в него играл. Я сейчас же это только проверяю. Так. Так, как в Кангзасе. Привет, парни. Оба-на! Ну пока вы слабенькие, у меня есть дробовик в кармане. Почему бы нет? Так, патроны вроде я подобрал. Так, это вроде какие-то монетки. Чё ещё? Всё в избытке. Повышает показатель атаки при полной шкале здоровья. Круто. Типа, если у тебя фулл хп, то ты ещё сильнее бьёшься. Так, у меня двойных прыжков нет. Ха! Неприятная тема. А как мне... Ага. Так, а мне как-то, наверное, надо туда, да? Ну да, вот, двери, заходим. Это надо валить? Нет, не надо. Это не надо валить. Кстати, ещё я вижу перекрестки, я показываю, сколько хп... Ай, больно. Сколько хпшки у противников. Очень удобно. Не, реально удобно. Ах, это ты, скотина, на меня маленьких ублюдков насылаешь. А ну, давайте сюда. Так, это вроде какая-то еда, которая падает и хпшку мне даёт. Неплохо. Не, знаете, вот, те, кто через стримы я смотрел, и те, кто говорили, что в игре реально приятно стрелять, и всё в таком духе... Да. Они правы. Стрелять очень приятно. Опа, что это? Серьёзно, ракетница? Давай пистолет поменяем. Шотган! Уже у меня пока и с дробовиком хорошо. Но дробовик закончится, можно будет взять пистолет вместо него. Ну, или патроны как-то. А вот патроны. Зачем мне брать другое оружие, если есть тут патроны? Так, а ну-ка. На! Всё равно... Ой, блин, я себе больше урона нанёс, чем его... Вольнул. Так, правая кнопка мышки мне даёт что-то ещё. Я не могу понять, что. Скоричь себе патроны или... А, я быстрее стреляю, понятно. Надо это учитывать. Так, динамит. Динамит, кстати, тоже надо использовать. Не, игра клёвая, кстати. Может быть её как-нибудь постримить. Потому что мне она сейчас вот... Сзади вот в игре, когда играешь, и куча-куча фпс-а как-то стреляться... Всё чувствуется хорошо, реально. Вот не знаю, есть ли тут всякие распрыжки и так далее. Так, в этой комнате мы были. Давайте-ка прямо пройдём. Тут есть миникарта, на которой я, если честно, не обращаю внимания. Но надо бы. Так, где враги? А, на тём, туда. Я вас на миникарте вижу где-то там. Или нет? А где вы? Где враги-то, ё-моё? Рогет лаунчер! Так, патроны я заберу. На! Вынес я его или нет? Или он ещё жив? Ох, ё-моё! Я чё-то не понял сначала, что это такое. Так, он подкни тут аркеток. Давай наверх. Наверх? Да, с аркетом это очень... Ой, аккуратненько. А то будет бобо. Что это такое стреля... Да ты мелко стреляешь так. Неприятно, перезаряжай. Ай-яй-яй! Вы откуда взялись? Вас тут даже не было. На! Сюда иди. Грёбаный холодильник. С трупами. Чё это за статуэтка? Тут на самом деле можно вроде кого-то молиться или нет. Можно её сломать? Всё во имя Аллаха. Или да нет, во имя Бога Ра. Нельзя, жаль. Но мне эта игра уже нравится на самом деле. В принципе, игра у меня тут чуть-чуть, а мне она уже нравится. Как так работает? Я не знаю. Но она будет постримить её обязательно. Ибо в этой игре, в принципе, кайф это как раз таки то, что в ней есть интеграция с твичом. И то есть... Ну блин, но твича стримить, это мне как-то неблагодарное дело будет, потому что вы особо не приходите на мои стримеры на твич. Вообще, даже на ютюбе. Тем более на твичей, если я буду, я вообще не знаю, сколько у меня будет смотреть. Человека два? Где-то так. Спокойствие, только спокойствие. Какие-то бараны. Причём реально бараны. Так, патронов мне. У нас дефицит нынче. Ой, да, нормально. Так, комната готова. То есть чё там? Сундуки там, я не знаю. Но на уровне же должны быть сундуки какие-то. Ну хоть что-нибудь. Крутое. Так, комната здоровая, кстати. А ты ещё не умираешь с одного выстрела. Скотина такая. Во, игра всех накажет. Он не разбирает, кто хороший, кто плохой. Для него есть только... Такие огрешники, как ты. Блин, ребят, на самом деле вы там классно сидите. А если, по-моему, с ракетницей вам понравится? Видимо, нет. Кто там ещё сверху был? Давай-давай-давай, становлюсь. Оп. Ракетка в твой дом. Бесплатная, без смс. Так, они все сверху, я так понял, да? Ну, значит... Ай, блин, горячо, горячо. Значит, пойдём наверх. Правда, я сейчас умру, наверное. Ну, блин, это рогалик. Типа, что тут такого? Умирать в рогаликах, это норма. Так, мелкие, вы серьёзно, да? А если я подойду? А если дядя даст по голове? О, можно мне, как в Принц Персии, попить фонтанчик и здоровье восстановиться? Было бы круто. На. Алло, хокбар. Здорово, ты ко мне в гости? Сейчас это мы подкинем тоже. Музыка, кстати, классно играет. В заднем плане. Такая прям как... Я даже не знаю, как в Call of Duty в каких-то. Но это не Call of Duty. Вы же понимаете. Не, только не убивай, дядя, только не убивай. О, хпшка, это хорошо, спасибо. Дядя, не убивай, я хороший. Я хорошо себя вёл. Да не, не, не слазь, да не слазь. Мне вниз надо. Тут дверка. Зелёная. Подозрительно маленькая комнатка. В которой подозрительно сейчас будет много врагов, да? Или как? Или нет? О, привет, холодильник на ножках. Хотя ракеток принёс. Сверху или снизу ещё где-то противники. Фиг поймёшь, не знаю. Ну, блин, игра мне очень нравится уже. Реально клёво. Я сейчас, наверное, конечно, тут сольюсь. И очень это будет быстро, чувствую. Но, тем не менее, это будет клёво. Минут сама, знаете, шутерная механика очень нравится. Вот так, вот эта херня подсвечивается, значит её надо валить. Блин, они меня бьют. Ах вы, маленькие лягушки. Не трожь меня, я хороший. Просто притворяюсь плохим. Ну что, никогда не слышали такую вещь, как под прикрытием? Так, давай в следующую комнату. Надеюсь, я не получаю урона, да. О! Вы! Да, да, да. Давай своей ядовитой желчью по мне пуляться. Это ж так круто. Кстати, чё за синяя фигня? Она мне чё даёт? Так, а он уже труп был. Среть по трупам это нехорошо. Куда ты уходишь, лягушонок? А если я по тебе... С динамита? А, думаю, ему достаточно. Пошли дальше. Блин, клёвая игрушка. Ох, твою мать, что это такое? Да это точно лягухи уже. Да пи... Какой... Какая перезарядка? Бери троповик, децик. Ой, я могу сзади бегать. Классно. Тут надо срочно... Стрелять с другого вида оружия. Так, всё, кажись, да, слился я тут. Да какая перезарядка? Почему я не могу менять оружие, когда у меня идёт перезарядка? Что за бред? На. Пипец. Вот это вот очень неприятная тема. Типа у тебя идёт перезарядка, поэтому ты не можешь поменять оружие. Как так-то вообще? Где последний противник? Я, кстати, ещё своим... Упёртым лбом ломаю все ящики в огуре. Так, давай достреляем уже, чтобы кончились боеприпасы. Я уже как-то не искушал судьбу. А, стоп, мы тут были. А можно мне карту открыть как-то? Не, видимо, нельзя. Ладно, пошли в другую комнату. В принципе, я сейчас чувствую, побыстрее к кому солюсь тут. И перейдём к плюсам и минусам. Но я постараюсь ещё немножко пожить. Пойдём... О! Что это за говно такое? Мне оно не нравится. Дайте хпшку, можно мне хп? Ну, чуть-чуть. От астер-пэрэспэра? Через звёзды к терниям? Неправильно ты говоришь. Через терник к звёздам, блин. Ракетница слишком опасная. Тебе мне удалось дойти до вершины. Да ну! Как вы это определили? Блин, крутая игра. А, так вот откуда я вылажу. Ну, здравствуй, дивный новый мир. Здравствуй, дивный новый я. Дом на просторах. Так, а сколько у меня денег? 980. О, подношение богам я сделаю. Будь здоров. Тут, я помню, ещё где-то прокачка есть, да. Улучшение атаки. Улечит базовую атаку. О, можно? Купить. Так, это уже интересно. Улучшение защиты. Купить. А это что такое? Пятый уровень нужен. Третий уровень. Третий. А у меня какой? Увеличит базовый запас здоровья. О, давай. Я вот это, кстати, качну даже побольше. Сех мет превращает все, видимо, объекты в стейки. О, класс. Увеличит количество здоровья, которое может восстановить стейк. Давай. Ну, в принципе, всё. Блин, прокачка клёвая. Боги, я пришёл к вам снова. У меня есть деньги. Давай, пускай меня. В смысле? Типа, вы мне всё моё золото забираете? Или чё, я не понял? В прошлый раз было 60, теперь 80. То есть, по идее, надо тратить всё золото, да? Или нет? Ну, тут есть прокачка, это круто. Ну, все хату отгрохали. Да, согласен. Блин, а герой у нас шутник. На! Закуси! Блин, противники не отображаются на карте. Неприятно. Ой. Ой. Чуть-чуть не серанул. Блин, я не попадаю, да как так-то? Это что за срань такая летающая? Уйди, я боюсь. Летающие сраньи. Не, крутая игра, крутая. Сейчас вот я немножко ещё поиграю, наверное, выйду или сольюсь. Как пойдёт. И будем делать выводы, потому что мне она очень нравится пока что. Где последний противник? Где-то же должен быть здесь. Блин, надо... А, вон он отображается, классно. Так, я уж, конечно же, стильно. Последнего мы убиваем стильно. На! Закуси! Так. Там где-то проходится и сверху. Давай наверх. Блин, реально эту игру я 100% постримлю. Есть такие игры, которые вот как бы я говорю, типа я постримлю, но в итоге я не стримлю. Потому что они, ну, такие себе. В целом неплохие, но могли быть намного лучше. И потом немножко в них ещё поиграв, понимаешь, что типа... Мэээ. Немножко не то. Блин, а можно мне оружие менять во время перезарядки? Или типа слишком запрещено законом? Юстиции. Или вообще другими какими-то законами. Так. Еда. 166 хп. У меня, кстати, до сих пор ничего не выпало. За первые пару комнат. Видимо, тогда мне сильно повезло. О! Ну, что такие дикие? А если, по-моему, динамитом? Что за снайперская хрень такая? Ну, иди сюда. Женщина, вы слишком некрасивые. Я не хочу с вами знакомиться. Ну, в принципе, первый стандартный пистолет уже неплохо так даёт. Всем по голове. Это хорошо. То есть, можно, в принципе, с пистолетом всех убивать. Но, правда, патроны здесь слишком ограниченные. Так, змейки. Никогда не любил змей. О! Хоть оружие можно поменять. Блин, ну, эта игра реально так напоминает Binion of Isaac. Но только это шутер от первого лица. Это круто. Особенно, если стримить на Твиче. Вот это включить в эту функцию Твича. То, мне кажется, будет вообще кайф. Вот серьёзно. Где игроки выбирают, какие подлянки... Ой, игроки. Где чат выбирает, какие подлянки стримеры сделать, какие нет. Или, наоборот, ему помочь. Вот это реально круто. Так, где последний противник? Ты где, дорогой мой друг? Покажись. Блин, капец, он урона наносит. Одно вот это своим плевком. Просто жесть. Блин, а уровни реально классные. Разнообразные такие. Ох, ё-моё. Так, пожалуй, возьму отравитель. Небольшой шанс отравить врага. Отравить. Кстати, до сих пор не заметил, чтобы мне какие-то реально подлянки сами падали. То есть, те стримы, какие я смотрел, там реально именно стримерам чат делал подлянки. О, привет. А я думал, кто тут ещё остался? Ну, знаете, вот мне сейчас очень нравится реально шутерная механика. Она очень хорошо сделана и чувствуется офигенно. Так, а тут ни черта не было. Ни сундука, ничего. Ладно. Пераспера Адастра. Крылатые латинские фразочки знает игра, да? Пытаешься меня удивить? А, стоп. В той комнате был проход. Или нет? Да, есть. Погнали. Даже не думай стрелять. Хорошо. Пока меня никто не достаёт, меня это устраивает. Ай, ты чё охренел? Оп. Блин, ну тут не всегда в движении можно быть. Блин. Потому что можно так стоять и на крысу всех отстреливать. Это клёво. Типа Т, значит тактика. Не, ну круто. Критовать их тут. А прям в глазик крит, да, идёт или как? Ну не совсем. Ну прикольно. О, там оружие какое-то валяется. Надо пойти забрать. Блин, ну тут нет двойных прыжков. Я как-то в таких играх хочу двойный прыжок. Мне кажется, он только с бафом будет. Мушкетон. Ну, вместо пистолета пусть будет. У меня всё равно там патронов было мало. Хорош, на. Блин, он как-то как дробовик стреляет. Да, надо подходить впритык и месить. Блин, капец класс. Тут оружие, мне кажется, будет очень много крутого. То есть я сейчас посмотрел на какой-то минимум. Представляю, что в игре вообще есть. Это круто. Ладно, в принципе, я предлагаю потихоньку переходить к плюсам и минусам. Сейчас только не знаю, пойду сольюсь или ещё что-нибудь. Но, в целом, давайте уже потихонечку начнём к плюсам и минусам. Потому что я тут могу до бесконечности, наверное, так бегать. И мне это будет реально вкатывать. Вставлять, как это говорится, бегать и просто всех месить. Поэтому сейчас пойду убьюсь. Ну, чтобы до бесконечности я тут реально не бегать. Или найду ход на следующий уровень. Хотя, тут попробуй найди его ещё. Но, в целом, давайте начнём с первых плюсов и минусов. Очевидный плюс этой игры, это то, что это рогалик. Хороший рогалик. То есть, знаете, есть такие рогалики, какие плохие. Которые, в принципе, даже играть не стоит. А вот игры, игры типа Beading of Isaac, например. Или вот это вот Immortal Redneck. Они реально классные, в них хочется играть. Это реально классные рогалики. В первую очередь, в которые хочется играть и переигрывать. То есть, рогалики созданы были всегда для того, чтобы в них можно было играть и много времени в них проводить. Изучать какие-то там тактики, я не знаю. И всё в таком духе. То есть, это хороший рогалик. Давайте вот как-то так в плюсы это запишем. Реально годный рогалик. Которых сейчас, кстати, ну как-то маловато. Раньше их было то ли побольше, что ли, я не знаю. А это вот реально... Ты что, не умер? Годный рогалик. Далее. Что ещё крутого? Визуальный стиль, он очень приятный. Реально, вот играешь, графика не напрягает сильно. Очень приятный визуальный стиль. Дальше что приятно? Музыка. Хочется её выделить в отдельный какой-то пункт. Реально хорошая музыка. Я бы не сказал, что это прям божественная музыка, но... Приятная. Вот очень приятное музло. Далее, чём можно ещё отметить? Это интеграция с твичом. То есть это реально классная тема. Что здесь есть интеграция с твичом. И есть возможность... Нате вам туда. Ой-ой-ой, это была... Большая ошибочка. Ну всё, как я сказал, сейчас умрём. То есть интеграция с твичом. Вы можете стримить. И ваш чат будет выбирать. Какие вам подлянки, какие вам козьи тела. К сожалению, этого я сейчас вам показать не могу. Потому что, во-первых, у меня сейчас пиратка. Во-вторых, я не могу, чтобы проверить это дело. Как оно в целом работает и вам показать. Я не могу сейчас запустить стримы, чтобы кто-то там пришёл и посмотрел этот стрим. То есть, ну как-то так. Чисто верьте мне на слово, что это реально крутая тема. Далее, что ещё хочется из таких очевидных плюсов отметить. То, что здесь куча всякого оружия, как это присуще всяким рогаликам. Реально большая куча оружия. Хардкор ещё можно в плюсы записать. Но вот, наверное, самое крутое в рогаликах это большое количество всякого разнообразного оружия. То есть разнообразие. Всякие предметы, способности, как бафы, так и дебафы. Всякие геймплейные способности, типа как двойные прыжки и так далее. Там дальше будут. Я на стримах это видел. Ну и, естественно, ещё один недоспоримый такой плюс можно сюда записать. Это сложность. То есть рогалики в большинстве своём это сложные игры. То есть игры не для всех. То есть ты в них играешь и с большей долей вероятности ты просто будешь умирать, чем побеждать, там, какие-то успехи достигать и так далее. То есть вот такие вот сцены вы будете наблюдать достаточно часто. А рогалики этим славятся. А ещё одним классным плюсом можно записать это то, что в этой игре есть классная прокачка. То есть, ну, реально прикольная вариативная прокачка. Сейчас, кстати, глянем, что там ещё. Тем более, смотрите, как визуально даже дерево растёт, как вы прокачиваетесь. То есть реально вот прокачку можно реально в плюс какой-то записать. Давайте вот эту фигню возьмём. Это реально круто. Я ещё вижу тут разные гробницы. То есть можно три основные гробницы пройти. Может быть там потом ещё будут гробницы. Не знаю. Тут ещё какой-то магазин потом откроется. Ну, короче, круто пока что по ощущениям. Какие можно записать минусы? Ну, знаете, вот такой-то маленький минус можно записать. Это то, что здесь интеграция только с Twitch. Могли бы сделать уже интеграцию с YouTube. Чтоб можно было, я не знаю, играть и стримить это всё дело на YouTube. Если кто-то не стримит на Twitch, как я. Есть такие люди, которые чисто стримят на YouTube, но не стримят на Twitch. Чтоб была интеграция ещё и с YouTube. Ну, а так, в принципе, я не знаю, какие ещё минусы выделить. Их тут просто нет. Это офигенная игра. Офигенный рогалик. Типа Rogue Legacy. Типа Bidding of Isaac. И так далее. То есть есть крутые рогалики, в которые реально приятно и круто играть. И вот Immortal Redneck это один из таких крутых рогаликов. Так что на этом всё, господа. С вами был Мистер Чейзер. Делился своими впечатлениями первыми. Если вы играли в эту игру, то пишите свои впечатления в комментариях. Ждите от меня этот стрим. А на этом, в принципе, всё. С вами был Мистер Чейзер. Подписывайтесь на мой пока что маленький канал. Оставляйте свои доброжелательные и не очень комментарии. Не забывайте ставить палец вверх, вниз, влево, вправо, куда угодно. Также не забывайте про группу ВКонтакте. По ссылочке в описании заходите. Вступайте. Буду всем там рад. А на этом всё, господа. С вами был Мистер Чейзер. Всем удачи и всем пока. Ещё увидимся.